Многие молодые люди стоят перед трудным выбором, кем быть и чем заниматься. Первая пара поможет определиться с этой нелегкой задачей. Сейчас мы увидим лекцию по химии Кучменко Татьяны Анатольевны, профессора в ГУИД, доктора химических наук. Здравствуйте, уважаемые друзья! Меня зовут Кучменко Татьяна Анатольевна. И сегодня вы в гостях в Воронежском государственном университете инженерных технологий на факультете экологии и химической технологии, который совместно с другими семью факультетами нашего славного вуза ведет подготовку инженеров по пищевой и химической перерабатывающей промышленности. Но нужно сказать, что наш вуз действительно уникальный, потому что такого вуза инженерного нет на всей территории России от Москвы до Калининграда. И специалистов нашего вуза по переработке пищевого и химического сырья знают далеко за пределами не только России, но вообще во всем бывшем Советском Союзе, который когда-то был, и, конечно же, за пределами и даже в дальнем зарубежье. Куда бы ни приехали мы на конференцию или куда бы ни ехали наши студенты, всегда обязательно на предприятиях находятся люди, которые закончили наш славный вуз. Будь это химики, будь это пищевики или защитники или экологи. Поэтому факультет экологии и химической технологии представлен несколькими направлениями. Мы сегодня поговорим только об одном из них. Вообще есть, конечно, что послушать. Я думаю, что в дальнейших передачах вы обязательно еще посмотрите и послушайте много, что интересное о нашем факультете и, конечно же, о вузе. Но сегодня вы в гостях на маленькой, но фундаментальной, то есть базовой кафедре, кафедре физической и аналитической химии с таким вот замысловатым числовым рядом. Кафедра физической и аналитической химии в таком виде, в котором она существует сейчас в вузе, образовалась всего 4 года назад. Но это не значит, что мы такие молодые, неопытные, и поэтому истории у нас нет. На самом деле эта кафедра образовалась из двух старейших кафедр университета. Кафедра физической и химии, которой 84 года, я расшифровываю вам циферки. И 53 года кафедре аналитической химии. Сложились цифры, получилось всего 4, но история наших двух кафедр удвоилась. Почему я сейчас говорю об истории? Казалось бы, зачем это абитуриентам, зачем это их родителям? Знаете, когда выбирают место учебы, обязательно надо думать о том, какую семью вы выбираете на ближайшие 4, 5 или 6 лет. Это очень важно, потому что, например, по той специальности, о которой я сегодня буду говорить, ведут подготовку несколько вузов даже у нас в городе Воронеже. И в России их тоже много. Но всегда нужно смотреть, какая кафедра и какой вуз ведет подготовку этих специалистов. Потому что все готовят по-разному. И нужно обязательно прислушаться к себе. Какая кафедра вас позовет? Вот что интересного есть на ней, что вас может увлечь? Перспективы вашей будущей профессии или вашего будущего трудоустройства могут быть далеки. Но в ближайшие 5 лет вы будете учиться именно в конкретном вузе и на конкретной кафедре, о которой потом будете говорить, что это наша альма-матер. С теплом, как правило, нужно об этом говорить. Так вот, о кафедре нужно обязательно, чтобы охарактеризовать кафедру и вуз, нужно посмотреть в ее прошлое, оглянуться по сторонам, это значит, что сейчас есть, и посмотреть, оценить перспективы. Вообще, какие есть перспективы развития. Если есть вариант развития какого-либо, значит, вас могут здесь чему-либо научить. Научить нужному, правильному, хорошему, тому, что через 5-10 лет вам может пригодиться. Я всегда своим студентам говорю, что мы — это настоящее, вы — стрелы в будущее, но мы должны в вас вложить такие знания, чтобы вы могли долго лететь и потом гордиться тем, что вы получили какое-либо хорошее образование. Любую кафедру делают, конечно же, люди. У нас кафедра небольшая, я сегодня еще буду о ней говорить. Но главное, кто работает на этой кафедре, главное, откуда эти люди пришли и с каким желанием они здесь работают. Но в этом смысле наша маленькая, но основная кафедра, старейшая кафедра, имеет очень богатую историю. А если очень богатую историю, то сформирована научная школа. Если есть научная школа, значит, движется мысль, мысль развивается. Значит, преподаватели, которые работают, очень творческие и заинтересованные люди, и они постоянно учатся. Вы думаете, только вы будете учиться или сейчас учитесь? Учатся все. И чем на протяжении всей жизни больше человек учится, тем больше он может передать сконцентрированного или понятого знания всем остальным. Поэтому квалификация преподавателей в УЗИ имеет очень большое значение. Кто является основоположниками нашей кафедры, соответственно, и наследие которых несут преподаватели нашей кафедры? Во-первых, Антон Владимирович Думанский, человек совершенно уникальный, который создал два ВУЗа, вы только представьте, два ВУЗа нашего города, и много-много кафедр на других ВУЗах. Это сельхохозяйственный институт и пищевой институт, это самое первое короткое название, которое было у нашего замечательного, сейчас уже университета инженерных технологий. Пищевым институтом назывался буквально год или два. Но именно Антон Владимирович Думанский и дал старт нашему сегодняшнему ВУЗу. Без него его бы не было. Может быть, он был бы когда-то, но гораздо позже. Можно много говорить о его заслугах. Сейчас очень актуально слово нанотехнологии, наносистемы. Так вот, основоположником одной из фундаментальных химических наук, коллоидной химии, о которой вы познакомитесь на втором, на третьем курсе, когда будете учиться в нашем ВУЗе, если сделаете правильный выбор, конечно. Так вот, основоположником этой фундаментальной науки, которая сейчас очень модной оказалась, является Антон Владимирович Думанский. Это целое огромное направление научного знания. Его ученик Сергей Лизаревич Харин развивал кафедру, развивал научное направление после войны, когда ВУЗ вернулся на свое место. И, в общем-то, у нас есть и портрет Антона Владимировича Думанского, и вот там на стене висит портрет Сергея Лизаревича Харина, потому что мы чтим своих основоположников. Знаете, вот их ученики передают знания следующему поколению. Вот сейчас на кафедре работают сотрудники, которые являются правнуками, научными правнуками этих замечательных ученых. Но у нас есть еще и современник, которым нужно обязательно гордиться. Это очень известный не только в России ученый Яков Израильевич Коринман. Он из династии очень известных химиков-аналитиков, фамилии Коринман. Его папа очень известный ученый, ученый Израиль Миронович, книги которого по аналитической химии переводятся в 35 странах мира. Но это целая эпоха кафедры. Эпоха направления аналитического, вот новые слова для вас, мы будем еще возвращаться к ним. Он на кафедре воспитал более 40 кандидатов в химических наук, 7 докторов в химических наук по аналитической химии. Аналогичные школы есть только в МГУ. Нигде больше таких школ нет, но Сибирь не берем. Вот МГУ это ближайший вуз, которым и Санкт-Петербургский университет, в котором есть подобные научные школы по аналитической химии. И, конечно же, человек весьма колоритный и движный, как вы сейчас говорите. И вот когда он возглавлял нашу кафедру, то мы провели очень много, более 9 различных международных конференций, благодаря которым, знаете, бывало время, когда яблоку негде было упасть, в академика попадешь. Это было здесь, в стенах нашего вуза. И аналогов таких конференций нет и не проводились еще. Так вот, благодаря им нашу кафедру, наш вуз и наших ученых знают далеко за пределами России. Ну а со всеми крупными российскими вузами мы, конечно же, сотрудничаем. Итак, какая же наша кафедра, чтобы закончить на этом и двигаться дальше? Она самая, что ни на есть, химическая. Вот смотрите, практически все студенты нашего вуза в течение двух, а некоторые трех лет учатся на нашей кафедре и изучают различные химические дисциплины. Химии очень много. Это вам сейчас кажется, что их не так много. И вы знаете, например, какие там химии. В школе вы там учите неорганическая, да? Органическая химия. Ну что там еще? Ну может быть, кто-то, если где-то занимался научно-исследовательской работой, может быть, и слышали слово аналитическая химия, но не более того. А на самом деле их очень много, химий, под этим словом. Так вот, на нашей кафедре преподают более 16 различных химических дисциплин. Во-первых, на первом-втором курсе это вот так называемые базовые химические знания формируются. То, что обязательно нужно будет нашим выпускникам, неважно кто это, химики, экологи, пищевики, защитники окружающей среды, механики. Эти знания минимальные им нужны для того, чтобы дальше наслаивать свои специальные знания. На третьем-четвертом курсе и в магистратуре формируются очень узконаправленные химические знания, без которых нельзя сварить холодец, нельзя приготовить красивую конфету, нельзя хорошее мороженое получить, нельзя сделать хороший фильтр для того, чтобы защитить атмосферу от выбросов, нельзя очистить воду экологам, нельзя провести какие-либо анализы. То есть очень узкоспециальная направленность. И в этом, вот теперь обратите внимание, особенность нашей кафедры, которая расположена в пищевом вузе, в отличие от всех остальных подобных кафедр, которые есть, например, в университете, в нашем классическом университете. Тесная связь с производством более 84 лет позволяет нам отправлять наших студентов на практику в реальные абсолютно производственные условия, в реальные лаборатории, чтобы они получали самые, что ни на есть, необходимые знания для дальнейшей профессиональной деятельности. Это не голая наука, это не голые какие-то теоретические знания, это очень прикладные вещи. Но пока я говорила, вы, наверное, прочитали, что каждый второй на кафедре у нас практически профессор. Но еще раз повторюсь, такой кафедры ни в городе, ни в области, ни в ближайших регионах у нас нет. Она уникальная. Причем все остальные преподаватели обязательно кандидаты наук. Это высшая квалификация в высшей школе. Высшая квалификация. То есть люди очень грамотные, люди умеющие и могущие вам что-то дать. Конечно же, особо скажу про наших учебных мастеров и лаборантов. Без них химия невозможна. Смотрите, профессоров и преподавателей столько же, сколько лаборантов. Потому что химия, наука практическая, мы работаем руками, а там, где работают руками, у вас сразу ассоциация кислота, взрывы и так далее, школы. Вот это должно быть. На самом деле, конечно же, очень много работы выпадает на долю наших учебных мастеров и лаборантов, чтобы все шло так, как нужно, чтобы не было срывов. Много аспирантов на кафедре. Это как раз будущее вуза, будущее промышленности. Опять же, вот кадры высшей квалификации. И я вам скажу, что, в общем-то, наша кафедра совсем недавно стала выпускающей. То есть мы можем набирать студентов и готовить их так, как мы это видим. А до этого, когда мы не были выпускающими, вот высший пилотаж, когда каждый год на кафедре выпускалось по 10 дипломников. И эти дипломники были абсолютно с других кафедр. То есть они уходили с своих родных кафедр, чтобы сделать совместные дипломы у нас. И аспиранты приходили тоже с других кафедр. Это как раз говорит о том, что, ну, когда есть чем заинтересовать, то студенты выбирают и обязательно заинтересовываются. И самое сильное в вузе студенческое научное общество. А я бы еще добавила и школьное научное общество, потому что школьников у нас работают очень-очень много. 9, 10, 11 классы занимаются научно-исследовательскими работами. Ну и, конечно же, про ученых-изобретателей я уже вам говорила. Для того, чтобы немножечко приблизиться к теме нашей сегодняшней встречи и рассказать побольше о той специальности, о которой бы мне хотелось сказать, я вам скажу, что все химии делятся на две большие части – фундаментальные и прикладные. Вот все химии, которые можно разделить. И, в общем-то, направление подготовки или специальность, по которой набирают наш вуз, тоже называется фундаментальная и прикладная химия. Так обозначило Министерство образования. По таким стандартам учатся и будут учиться наши студенты. Разница фундаментальной и прикладной химии велика, но границу провести очень сложно. Еще раз, фундаментальная – это основная, базовая, про законы, про то, что незыблемо в природе. А прикладная – это решающие конкретные задачи, которые вокруг нас. Как сделать пластиковое окно, как приготовить или испечь булку, как конкретно проверить загрязнение воздуха, ну и так далее, и так далее. Теории не сделаешь, только руками, только головой. Но теперь немножечко отвлекитесь от моих умных слов и скажите, у вас в школе, вспомните себя чуть-чуть помладше и в старших классах, какой преподаватель какого предмета всегда вызывает такие больше чуть-чуть негативные эмоции или страх, или боязнь, или всегда много спрашивает. Вот какие у вас были такие учителя? Были какие-нибудь такие? История общества знания. История общества знания. Ну это вообще редкость. Обычно типаж есть, который устоялся уже. Ну кто? Физика, химия, да. Ну на самом деле, конечно же, химичка – это злой образ, который обязательно уже укрепился везде, даже в анекдотах. Почему-то химии всегда в школе боятся больше всего. Ну так, в среднестатистической, правда? Всегда вызывает некоторые опасения и страх этот предмет. Нет. В общем-то, совершенно не случайно. Абсолютно не случайно. Либо сразу не складывается, говорит, я ничего не понимаю в химии, учить ее не буду, поэтому кое-как, как-нибудь на маленькую тройку. Либо, что гораздо реже бывает, наоборот. Очень нравится, буду увлекаться, буду заниматься кружками, но таких мало. Как правило, вариант еще есть третий – это когда учитель нравится или не нравится. Так вот, тот образ строгой химички, которая всегда что-то спрашивает и все время ругает, и все время ничего не разрешает, на самом деле не такой злой. Он правильный. Он правильный, потому что химия – это самое опасное из всех дисциплин в школе, и не только в школе, но и в вузе тоже. Потому что каждая строчка, прописанная у нас, законы поведения в лаборатории – это чья-то жизнь. Знаете, красным написана каждая строчка в фолианте, которая называется «Техника безопасности». И когда вы придете на любую химическую кафедру, начнется с того, что вы будете осваивать технику безопасности, как правильно себя вести, чтобы сохранить свою жизнь. Это первое. Второй момент. Химические знания настолько сложные, что их нельзя понять, если не знаете математику и не понимаете физику. Знание всегда ступенчато. Это закон. Есть математика, на нее наслаивается физика, и только на физику наслаивается химия. И если проблемы в первых двух ступеньках, чудес не будет. Химию вы никогда не поймете. Просто не поймете. И не бывает так, что если вы знаете математику и физику, и вы не поймете химию. Такого тоже не бывает. Просто есть лень, просто есть предубеждение, что очень надо много непонятного, лучше что-то повзрывать. На самом деле мир химии гораздо интереснее просто взрывов. Но я думаю, здесь собрались люди, которые все-таки любят химию в каком-то варианте. И благодаря именно своим учителям, которые очень много знают, и которые за короткое время, достаточно короткое, смогли дать вам действительно основы. Смогли или позволили открыть вам немножечко такую тайну этой науки. Науки сложной и чрезвычайно интересной. Вы знаете, можно сейчас открыть интернет, много очень книг по химии, познавательных, строгих, академических. И можно попытаться самому ее взять и освоить. Потратить много сил, времени. И вам будет казаться, что вы, наверное, на каком-то этапе химию понимаете или знаете. На самом деле это большая иллюзия. Без учителя, без преподавателя, без живого общения, просто даже общаясь по компьютеру, невозможно освоить эту замечательную науку. Только лаборатории. 50% можете читать времени, а 50% обязательно пробовать руками. Иначе ничего хорошего не получится. Знаете, сколько знаний накопилось по химии со времен алхимиков? Бесконечно много. И чтобы за какое-то короткое время самое главное дать и самое нужное для вас вычленить, нужны, конечно же, опыт, знания именно в определенном вузе. Вот скажите, вопрос теперь. Я вас спрашивала, сколько вы знаете химий? Вот сколько химий в слове «химия» может быть? Вот как вы думаете, сколько химии? Вот если даже не считать то, что здесь написано. Ну сколько? 5, 10, 15, 10. Берем по максимуму. 10 химий достаточно, разной химии. Есть вот, да, мы говорили с вами, неорганическая химия, органическая химия. Общая есть химия. Физическая, вот аналитическая я сегодня произносила. Ну, пяток, коллоидная говорила про Думанского. На самом деле, смотрите, я здесь выбрала только маленькую часть из тех химий, которые сейчас есть. Один новосибирский химик потратил много времени для того, чтобы структурировать все химии на сегодняшний день. И вот смотрите, я оттуда выбрала самые старые химии, ну, со времен алхимии. Алхимия, ятрохимия, химия о ядах, например. Патохимия, кристаллохимия. Особая очень химия, обратите внимание, вы никогда нигде о ней не почитаете, если не станете настоящими химиками. Пегнеохимия. Я сейчас к ней вернусь. И современные химии. Почему столько много химии? Я сейчас скажу, сколько на сегодняшний день насчитывается. Потому что не останавливается мысль, потому что мы все время развиваемся вперед, потому что мы движемся, и за ней движется химия. Химия неотделима от развития какого-либо другого общества. Смотрите, компьютерная, лазерная, нанохимия, пищевая химия. Понятия раньше не было о пищевой химии, химии пищи. А теперь, к сожалению, общество стоит как раз перед тем, что очень много мы говорим о пищевой химии и о химии в пище. Поэтому такой вот замечательный анекдот, который может быть грустный, но он в тему. Мама, мороженое полезнее, чем сосиски. Сынок, сейчас даже покурить полезнее, чем сосиски. Но здесь такой элемент злой иронии. На самом деле, действительно, не все так просто, не все так замечательно, как нам кажется иногда. Но сейчас мы не об этом. В нашем вузе химиков учат распознавать именно там, где и опасно, даже в сосисках. А химии всего насчитывается 64 разных направлений в слове химия. 64. Можете себе представить? Вот поэтому есть разные вузы, вот поэтому их много, поэтому в разных вузах есть у каждого свое направление. Вот в нашем вузе даже фундаментальная прикладная химия строго специализирована. Она ближе именно к тем направлениям подготовки, которые реализуются в инженерном вузе. Пища, полимеры, экология, защита окружающей среды, ну и так далее, и тому подобное. Это принципиальное отличие от других вузов. Ну а теперь, в общем-то, еще ближе к тому родному, что готовим мы и студентов, каких мы выпускаем. Самое главное из всех химий, я утверждаю абсолютно четко, это аналитическая химия. Самая прикладная и самая фундаментальная, самая интересная и самая жизненная – аналитическая химия. Но только аналитики, когда смотрят на салют, который был очень много сейчас, знают, почему он красный, желтый, зеленый. И вы тоже узнаете, если будете учиться на фундаментальной прикладной химии. Потому что, в общем-то, эти все цвета положены в основу распознавания определенных элементов в природе. И, конечно же, для того, чтобы освоить аналитическую химию, включающую в себя историю со времен рудознатцев, то есть со времен первых эпоха неолита заложены аналитические знания, современная аналитическая химия – это, конечно же, всегда химия на стыке наук. Физика, математика, биология, компьютер обязательно, техника. Без этого никуда. И чем больше аналитическая химия приближена к решению конкретных, прикладных, заводских, производственных задач, тем больше стык вот этих наук. Голая просто химия быть не может. Она всегда в сочетании с чем-то. И вот для нашей дисциплины, студентов по аналитической химии мы готовим и набираем, очень свойственно приложение своих знаний и открытий во всех областях, вообще во всех областях нашей жизни. Вот смотрите, по опросу американского химического общества, все исследователи считают себя, 60% химиков, несмотря на то, что 64 химии, 60% из них считают себя химиками-аналитиками, исследователями. Аналитики – это те люди, которые могут определить вообще в любом образце, который вокруг вас и в вас тоже, что находится, сколько этого находится, хорошо это, плохо, опасно, безопасно, какую информацию из этого можно извлечь. То есть это, в общем-то, самое что ни на есть жизненная химия, вы встречаетесь с ней, с аналитической химией, как только рождаетесь. Вот родились, родился человечек, первые анализы берут по капельке крови. Кто анализ проводит? Аналитики. И так по всей жизни. Ну и возвращаемся, конечно же, к нашему ВУЗу. Еще раз на факультете экологии и химической технологии, под кураторством кафедры физической и аналитической химии, открыт специалитет уже три года. Новый шифр специалитета перед вами, 040501, фундаментальная прикладная химия. И специализация в нашем конкретном ВУЗе, в отличие от, например, других ВУЗов Воронежа, где вы тоже можете встретить это направление, эту специализацию, аналитическая химия. Очное – это дневное обучение, и очно-заочное – это вечернее обучение. Новое для нашего ВУЗа, но тем не менее существует. Но специалисты, которых выпускают и должны выпускать ВУЗы под эгидой фундаментальная прикладная химия, всегда отличают высокая квалификация. Безусловно, высокая квалификация, потому что столько много надо всего знать. Гибкое мышление, нетрадиционное мышление и возможность принимать решения в самых экстремальных ситуациях, в экстремальных условиях, быстро. Вот нестандартные задачи. Всегда мы стараемся давать студентам знания, прям самые последние по публикациям широким в научной печати, возраст которых максимум один год, пока статья там обрабатывается. То есть, чтобы быть все время на переднем плане и знать, что вас ждет через 5-10 лет в реалиях. Ну и, конечно же, уметь и руками, и головой правильно узнавать, что, где, сколько опасно, безопасно для общества, для человека, для колбасы, для речки, ну и так далее и тому подобное. То есть, в отличие от многих других, например, химиков, которые будут работать в промышленности, выпускать пластики, полимеры, резины, они знают, как это сделать, и они будут это делать. А аналитики обеспечивают правильное прохождение этого процесса. Когда остановиться? Что нужно изменить в рецептуре, чтобы вышло изделие высокого качества? Опасный или безопасный получился продукт на выходе? И если вдруг что-то не то, то в санэпидемнадзоре, куда обращаются люди, или в лабораториях по защите прав потребителей, куда обращаются люди, если что-то купили, далекие от химии, там тоже работают аналитики. Вот они, где они работают. В аналитических лабораториях, испытательных центрах, любого профиля. Пищевые, нефтегазовый комплекс, непищевые материалы, анализ высокомолекулярных соединений, удобрений, фармпрепаратов. Бесконечно можно продолжить. Абсолютно любая отрасль производства. Экологическая экспертиза объектов окружающей среды, криминалистика, наркоконтроль, МЧС. И, конечно же, что принципиально отличает людей с фундаментальным образованием? Это научно-исследовательские центры, организации, а также учреждения высшего и среднего образования. Это вузы, это техникумы, колледжи и школы. Вот что дает направление фундаментальная прикладная химия со специализацией аналитической химии. Наши выпускники, которые сейчас уже выросли на кафедре, когда еще мы не были выпускающими, но делали у нас диплом, соответственно, долго занимались наукой, работают в самых разных организациях. И несмотря на то, что у некоторых первичное образование пищевое, как мы говорим, технологи, которые готовят в нашем вузе, но, закончив нашу кафедру, сделав здесь выпускную квалификационную работу, они сейчас работают все начальниками лаборатории, научно-исследовательских, таких известных вам брендов, как Балтика, знаете, Марс. Известно вам? Все сникерсы, Марсы, корма для котят и животных. Там в лабораториях работают наши выпускники. Крупные мясокомбинаты, кондитерские фабрики, жирокомбинаты, Алексеевский масложировой комбинат крупнейший, Эвка. В научно-исследовательских лабораториях, аналитических, по производству новых продуктов работают наши выпускники. Ну а те, кто защитили кандидатские диссертации, они сейчас уже, в общем-то, распространились далеко. Наши выпускники в Германии, в Италии, в Норвегии работают в ведущих вузах и работают в научно-исследовательских лабораториях. И, в общем-то, держат там высокую марку, очень высокую марку, потому что здесь они получили образование, несмотря на то, что мы стремимся в баллонский процесс. Образование фундаментальное, старой закалки, позволяющее мыслить. Там немножечко другой подход, поэтому мы сохраняем всегда лучшие традиции нашего образования. Ну я уже говорила об отличии. Наш учебный план в нашем вузе обязательно предполагает производственную практику. Ее очень много. Начиная со второго курса студенты уже начинают в лабораториях очень активно работать. Вы знаете, можно долго рассказывать и умные слова произносить, но если не увлечен человек или не любит это, то невозможно что-либо сделать нигде. Поэтому вы должны очень внимательно сейчас прислушиваться к себе. Не к родителям, которые вам будут советовать, а прежде всего к себе. Потому что вам жить и вам потом созидать и разбираться в этих сложных, в том числе и химических науках. Вы думаете, что это невозможно разобраться в 64 химиях? Ну может, конечно, и невозможно, но во многих из них вы вполне для вас по силам. А вот, например, наша кафедра и наш вуз очень активно помогают школьникам постичь хотя бы азы химии, чтобы перестать ее бояться. Смотрите, сколько у нас интересных проектов на кафедре и вузе. Очень известный проект научный «Дерзай быть мудрым». Научно-исследовательские школьные проекты. Это вот такая наука в школе. И лабораторные все исследования они проводят на нашей кафедре. И поэтому колоссальных успехов их работы достигают и оцениваются высоко. Не только в городе, у нас все время всероссийские победители есть с этих научных проектов. Проект «Лаборамус». Когда вы можете в интернете на нашем сайте выбрать лабораторную работу, которую вам хочется сделать, освоить, закрепить что-то, потому что в школе для этого мало возможностей. И наши сотрудники с вами обязательно эту лабораторную сделают. Олимпиады проходят ежегодно. У нас уже в марте очередная олимпиада среди школьников, тоже на нашей кафедре. У нас иностранцы всегда обязательно с подготовительного отделения. Отдохните чуть-чуть. Известный молодежный инновационный форум. Самые активные, любящие химию, участвуют в этом конкурсе с очень творческим мышлением. И многие из них сейчас студенты нашего вуза и нашей специальности. Самые активные, самые лучшие. Но вот подробности вы можете посмотреть о вузе, о кафедре на сайте, который сейчас представлен перед вами. В ВКонтакте есть страничка факультета экологии и химической технологии в ГУИД, где самые последние свежие новости всегда публикуются, где вы можете подробнее познакомиться изнутри, как это вообще все бывает. Но вы знаете, любая наука, вот сейчас для вас кажется, что это все очень сложно и наука далека. Но есть такой принцип. Наука близка к людям, только когда ее можно пощупать руками и понять, она нам в жизни пригодится или нет. Вот часто студенты говорят, сложная наука в жизни мне не пригодится. Неправда. Она обязательно пригодится. Я вам сейчас продемонстрирую, что вся даже самая сложная наука гораздо ближе, чем есть. Вот когда наука может попасть на кухню, в хорошем смысле этого слова, в ваши дома, к вам, к каждому, любите вы химию, не любите, это самое главное. И в качестве примера я хочу вам показать те аналитические разработки, разработки аналитиков, химиков, которыми каждый из вас пользуется. Ну, если не пользуется сейчас, то обязательно в жизни это пригодится. Некоторые из них представлены вот здесь. Это, например, глюкометр, который, к сожалению, даже детям сейчас необходим в связи с заболеванием сахарным диабетом. Это так называемые тест-системы. Самые маленькие, портативные, простые в использовании устройства, которые изобрели химики-аналитики. Это различные тест-полоски различного уровня. Вот, например, две тест-полоски покажу, которые могут очень быстро, в течение двух минут, определить наличие марихуаны, амфетамина, морфина. Раз и определили. Алкотестер бумажный. Посмотрите, какая бумажка. Вот я вчера проводила эксперимент. Вот он. Очень быстро опустили в слюну, и через две минуты уже можно понять, сколько промиль находится в организме. Вот они, тест-полоски. Простые, одноразовые, 10 рублей, каждый может себе позволить. Этого бы ничего не было. Это же понятно? Это же не страшная химия, правда? Это вообще абсолютно доступно. И никто не думает, какие химические реакции положены в основу этих устройств. Вам и не надо этого знать. Но для того, чтобы это получилось, чтобы это можно было сделать вот таким удобным и понятным и бабушкам, и маленьким детям, для этого потрудились очень много. И трудились здесь химики, аналитики. Но наша кафедра в этом смысле тоже уникальная. Вот. Если вы хотите создавать что-либо подобное или что-либо другое, как раз именно наша кафедра вас этому научит. Наша кафедра известна далеко за пределами и города, и России, потому что у нас есть бренд так называемый. И когда мы куда-то приезжаем, сразу говорят, вы из Воронежа? А, вы привезли с собой информацию или сам нос приехал. Дело в том, что на нашей кафедре разработана единственная пока в России промышленная установка по анализу самой сложной части, которая существует вообще вокруг нас, это запахи. Вот имитатор органа обоняния человека – это установки, которые называются электронный нос. В мире они очень хорошо известны, а вот они, наши электронные носы. Маленькие, компактные и очень дружественные, обязательно совмещенные и заменяющие собой нос, обоняние заменяющее. И почему в нашем ВУЗе? Потому что пищевики, активно использующие наши органы чувств, самые информативные, себе-то всегда больше всего доверяешь, но, тем не менее, все перенюхать и перепробовать просто невозможно. Хорошо, если это конфеты, а если это какие-то химические смеси с отравляющими веществами, вот здесь нужны устройства, которые бы очень быстро, точно так же, как вот такие тест-полоски, очень быстро бы давали информацию. И вот такую информацию дает наш электронный нос. Но, смотрите, чтобы вам показать, что мы не едины, и вообще в мире это очень интересно и очень бурно развивается. Известная фирма Philips активно рекламирует, что создали электронный нос, карманный электронный нос в виде вот такого устройства, в продуктах, различающего аллергены сильные, молоко, яйца, арахис, орехи и так далее. То есть, если что-то из этих продуктов присутствует в пробе, загорается красный индикатор, значит, кушать нельзя аллергикам. Но удобная вещь, конечно же, да. Но на самом деле это проект, продажи таких устройств еще пока нет, потому что не все так просто. И почему не все так просто? Потому что, представляете, сколько вокруг запахов. И сколько у нас всего нейронов в носу, чтобы распознать эти запахи. И сколько мы всю жизнь учимся, чтобы запомнить. Вот это клубника, а вот это вот там резина, а это еще какой-то запах. Так вот, электронные носы имитируют это. Маленькие измерительные элементы, вот сейчас они тут спрятаны, но тем не менее есть. Маленькие-маленькие элементы, которые называются сенсоры, такие же, как у нас в носу, сенсоры, только химические сенсоры с химическими пленочками, позволяют легко молекулы распознать, то есть, где какие молекулы в воздухе, и передают это все на компьютер. Компьютер играет с программным обеспечением роль искусственного интеллекта. И получается, в общем, достаточно такая интересная картиночка. Это простое все. И у нас на кафедре есть аналог вот того самого Филлипса, который мы нашли недавно. Мы тоже создаем флеш-детектор, правда, мы его создаем для экологического мониторинга. Вот такой маленький, компактный. И наши аспиранты получают под это государственные заказы, государственный заказ на работу и на изготовление вот таких устройств. Ну, в общем, все мои пять аспирантов, которые находятся в моем научном студенческом обществе, все имеют свой заказ, потому что это вот наше научное направление. Каждый из них из государства получает по 200 тысяч в год для того, чтобы осуществить этот проект, чтобы он прошел в жизнь. Но я думаю, что это о многом говорит. Это можно применять и в медицине, и в оценке безопасности игрушек, и вообще всех-всех других. Ну, много чего можно рассказывать, но, знаете, когда себя хвалишь, это всегда как бы, ну, себя хвалишь. Чтобы тебя похвалили другие, вот это самое главное. Так вот, похвала других – это то, что мы сотрудничаем очень плодотворно практически со всеми вузами города Воронежа, в том числе и медицинской академии, военный и авиационно-инженерный университет, и с ведущими вузами других государств – Казахстана, Украины, Белоруссии. За рубежом у нас были контакты, пока они как бы такие дремлющие, но тем не менее аспирантами и старшекурсниками, пятикурсниками мы можем обмениваться, из Сербии, из Чехии. Поэтому, в общем-то, это благодаря нашим научным исследованиям, это благодаря тому, что мы знаем, как научить студентов, чему научить. И еще раз обращаю ваше внимание, в нашем вузе ведется подготовка вот такой специальности со специализацией аналитическая химия. Но вы знаете, я могу говорить сколько угодно, я вам сейчас приготовила ролик, который сделали наши третьекурсники. Третьекурсники – это именно студенты, изнутри уже понявшие, что это такое вуз. Третий курс – это все-таки уже много. И они, в общем-то, знаете, я-то могу хвалиться, они скажут правду. Так, включить не знаю. Давайте посмотрим. Сохраняется пятилетнее образование. У нас пять лет на бюджетной основе. Конечно, самое главное – сдать ЕГЭ. Хорошо. Математика русский. Химия первая приоритетная. Ну, а теперь им слово. Десять мест всего у нас. Поэтому лучшие из лучших отбираются. Опыта не так много, поэтому мы тоже экспериментируем с нашими студентами. Все начинается обязательно с посвящения в студенты. Это очень важная университетская традиция. Именно на кафедре. Она всегда химическая. Всегда очень тепло на кафедре. Кафедра – это становится всегда вторым домом. Не только учат, но и воспитывают, но и помогают в трудную минуту. А там все будет зависеть только от вас. Про сам вуз не рассказываю. Обязательно вам кто-нибудь еще расскажет, какие у нас библиотеки, музеи, столовые. Все есть, как во всех других вузах, общежития. Ну, студенческая жизнь везде самая приятная, да? Обучение – это, конечно же, не только за книжками сидеть. А вот, посмотрите, улица профессора Харина, того самого одного из основоположников нашей кафедры. Ну, вот такое признание в городе Воронеже есть улица Харина. Это признание дорогого стоит. Много химии, конечно же, много химии различных. Обязательно сессия, куда же без нее. У нас есть круглые отличники, которыми мы очень гордимся. Это будущее, конечно же, и университета, и страны. Мы надеемся, что они смогут в университет, в МГУ уехать, наверное, в аспирантуру или за рубеж. Ну, и обратите внимание, мы готовим специалистов под кураторством Московского государственного университета имени Ломоносова. Поэтому мы такой университет в университете. Ну, я думаю, это искренне, что они любят в ГУИД. Будь с нами, будь лучшим. Это уже к вам. Если вы лучшие, то они вас ждут. Ну, и в заключении нашей сегодняшней встречи, я думаю, что у вас хоть чуть-чуть сформировалось какое-то представление не только о химиях, но и об аналитической химии, о нашем вузе, о нашей кафедре, о том, чему вы здесь можете научиться, где потом можете украшать, какие организации своей работой. Ну, и, как положено, в конце лекции привыкайте. Вы когда-то станете студентами, да, в ближайшее время, всегда на лекциях дают домашнее задание. Вот я вам тоже задаю сегодня домашнее задание. Теперь выйдите и смотрите, где вокруг вас химия. В сказках, в литературе, в песнях вы найдете очень-очень много такой химии. Ну, вот и все. В заключении еще раз я желаю вам всего самого доброго, чтобы вы сдали хорошо ЕГЭ. Передайте своим младшим товарищам, чтобы обязательно обратили внимание на химию. Ну, а нам есть что сказать, есть чему вас научить, и мы знаем, как это сделать. Вот и все. Спасибо. Пожалуйста, какие у вас есть, возникли вопросы, если у кого-то? Скажите, а какие экзамены нужно сдавать по ЕГЭ на эту специальность? Обязательно, в первую очередь, математика русский, как и все, сдают, да, и химия. У нас базовый предмет химия, достаточно высокий проходной балл на протяжении последних трех лет. Общая сумма баллов больше 200. По химии минимально 75 баллов, то есть такие хорошие устойчивые знания по химии. Обязательно вот с этого года новое, что есть, учитываются победы ваши в олимпиадах, участие в конкурсах «Дерзай быть мудрым» в всех тех мероприятиях, которые проводились в нашем ВУЗе. Это плюс 2 балла за каждое мероприятие. И в совокупности, в общем-то, дает хорошую прибавку к общей сумме баллов. Это вот новое, которого не было до этого года. То есть участие в олимпиадах дает прибавку? Обязательно. Обязательно. Участие в олимпиадах, в конкурсах «Дерзай быть мудрым», научно-исследовательских проектов, мифов, молодежный инновационный форум. Обязательно победители этих всех мероприятий получают бонусные баллы при поступлении в наш ВУЗ. Спасибо. Еще, пожалуйста, вопросы. Скажите, а всем ли первокурсникам предоставляется общежитие? Да, конечно. В нашем ВУЗе уже последние несколько лет всем иногородним первокурсникам предоставляется общежитие на Березовой роще. Тут буквально 10 минут езды. Обязательно, да. Еще вопросы? Спрашивайте. Да. Вы сказали, что со второго курса большая часть практики начинается. Много ли практики на первом курсе дается? Вы знаете, у нас вот, спасибо, хороший вопрос. В отличие, например, от бакалавров и других студентов, университетский курс по фундаментальной прикладной химии отличается тем, что с первого самого курса каждый год научно-исследовательская работа запланирована. Это и есть практика в лабораториях. Поэтому можно считать, что практика с первого курса. А вот на заводах уже дальше с третьего, третий, четвертый, пятый курс. Спасибо вам. Еще вопросы есть? Спасибо вам, что пришли. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова